Новость недели. Жека уволился с работы. Получается, он день проработал, и уволили, и уволился. Вот он 49 лет, он бухает, курит. Видишь, здесь такая экономическая ситуация, в принципе, что даже безработный человек может не работать и жить, и бухать, и курить. При этом такая ситуация, знаешь, интересная. Только бомжей не видно нигде. По идее, бомжи всегда присутствуют в обществе, в любом, но их вообще нету. Вот это настораживает. Потому что если бомжей ущемляют как-то, то это уже начинает настораживать. Потому что бомжи, как и другие уязвимые граждане, социально уязвимые. Если бы бомжи здесь повсюду тусовались, то можно было бы сказать, что, в принципе, нормально живем, безопасно, социальное благополучие. Да, там у меня... Я абсолютно беззащитен в новых условиях, поэтому мне комфортнее было бы просто вот работать спокойно, получать 14-15 тысяч в месяц. Я там общался с этой женщиной, она сказала, я спросил, правда ли опасно ходить в баню регулярно. Она сказала, абсолютно безопасно. Поэтому буду ходить в баню четверг, пятница, суббота, воскресенье. Общественная баня хорошая. Но стоит, правда, дорого. 400 рублей. Один сеанс. Из развлечений танчики. Мир танков белорусский. Буду рисовать игру на основе райсов легендс, расы людей. Еще сделаю расу инсектоидов, гигантских муравьев. За основу возьму природу. Удивительное явление природы. Насекомые там вот. Интересно. Завораживающе. Даже просто смотреть ролики. Интересные факты о каком-нибудь таком насекомом, о котором мы не знали. Очень интересно. Там они. Сальпуга или как там закапывается в песок. Специальную ямку такую вырывает. На самом дне ямки закапывается. И муравьи падают в ямку. Она их ловит. Есть еще насекомые, которые ловят муравьев много. И их панцирями, их оболочками себя покрывает, чтобы барнированной быть. И чтобы защищенный быть. Хорошая защита такая. Это же удивительно вообще. Обязательно надо в игре воплотить. Потому что именно вот это вот оно делает игру очень хорошей. А когда игра там. Ну вот например, Райцев Легендс, та же самая. Оторванная от действительности. Там вот есть две расы инопланетные пришельцев. Они абсолютно непримечательные и неинтересные. Потому что оторванность от природы естественной. Богом созданные осекомые, удивительные существа. А они, видишь, в Райцев Легендс сделали вот эти расы инопланетян абсолютно никакими. Никакой связи с природой. Вообще неинтересные. Тот же Старкрафт интересен тем, что у зергов там на основе природы все устроено. Там куколка превращается в летающую боевую единицу зергов. Офигенно сделали. Только я сделаю так, что там у зергов главное здание. И там три личинки максимум ползают, окопни ее. Я бы сделал там просто кучу этих личинок, из которых разные появляются. Куколки и разные насекомые появляются. Хорошие, интересные. Не только боевые, но и для экономики, которые работают. Даже листорезы работают, работают каждый день. Собирают листья, несут огромные листья. Складывают их внутри специального оборудованного, построенного им такой крепости. С вентиляционными отверстиями. И там внутри гриб развивается такой. Кормят его листьями. Это же просто кладезь. Кладезь идей для игры. Надеюсь, Андрей Дмитриевич оценит. Просто там, я не знаю, у меня такое есть тревожное описание, что там, на новом месте, меня могут просто в рабство взять. Потому что я дурачок по жизни. Всякое может быть. Плесч cuando приедем. Для одного. До свидания. Продолжение следует... Просто там, джазlan building. ... ... ... ...